продолжаем и завершаем собственно наш курс последняя лекция по гегелю и собственно по немецкому идеализм предыдущую лекцию мы завершили разговором о гегелевском учении о сущности его науке логике мы дошли до понятия действительности вверх легкоет в котором а конкретно мыслиться бытие так сказать уже это совершенно не та абстракция с которой мы начинали это уже не чистое бытие это уже даже не наличное бытие и даже не экзистенции несуществования и я сказал конце лекции что казалось бы можно на этом было бы остановиться но гегеля считает что это не еще предел конкретности и что это действительность должна эта тотальность должна изнутри ожить и распуститься как цветок и только тогда вот в таком качестве мы будем мыслить ее предельно конкретно весьма неожиданно то что вот он все эти вещи развивает в учении о понятии но смотрите как он это делает последней части логики тут мы возвращаемся к привычной тематике логики он начинает говорить о том о чем обычно говорят логики это тоже вы выглядят неожиданно как обрыв рассуждений но вскоре все вернется на привычную колею но начинается вот с того что гегель собственно рассуждают о том что такое понятие субъективное понятие человеческое казалось бы речь прежде всего о нем идет потом выясняется что далеко не только о нем ну он говорит что понятие надо выделить три момента чтобы адекватно его осмыслить что это за моменты единичное всеобщее и особенно давайте задумаемся моментами единичное особенно и всеобщее важно тут действительно сделать небольшую паузу потому что гегель считают что традиционно логики смешивают понятия и общее представление и называют понятия именно то что правильнее было бы называть общими представления общее представление они неполноценные понятия потому что вот этот момент единичности он в них как бы предполагается но он выносится за пределы этих общих представлений ну давайте проиллюстрируем эти три момента возьмем какое-нибудь понятие скажем человек да человек как можно определить человека я сложно сделать возьмем просто просто для иллюстрации ну вот такое сущее которое например в хайдеггеровском таком ключе определяет которая способна задумываться о собственном существовании вот так я специально выбираю это определение потому что тут видно что в этом понятии присутствует некая общая характеристика общий предикат отсылающий какому-то чему-то общему вот в данном случае это к понятию сущего вот это момент всеобщий предикат сущие применим вообще можно сказать ко всему до момент всеобщий но если дифференция специфика как раньше говорили то есть отличительный признак это вот не всякое сущие такое которое способно задумываться о смысле собственного существования это особенный момент но где единичный спросите вы а единичная в данном случае это то к чему применимо это понятие человека вот она применимо ко мне к вам другим людям до каждый из нас единичен то есть вот этот три этих моментов но важно говорит гегель их не противопоставлять как часто делается то есть обычно ведь мы так и смотрим вот есть общее представление тут есть всеобщее особенное а единичная находится где-то вовне но ведь она рассуждает гегеля имманентно связано с двумя другими моментами значит если вы хотите адекватно конкретно мыслить понятие тогда этот единичный момент тоже должен был него интегрирован если мы это делаем то понятие как бы вырывается из сферы человеческой субъективности и становится чем-то вполне реальным вещами если хотите вещественно именно собственно так гегели мысли понять и понять и для него это не что-то субъективно это вполне объективная реальность но прежде чем собственно перейти к понятию объекта я еще два слова скажу о других темах вот который гегель обсуждается в связи с понятием он рассуждает также интересно о суждениях и умозаключения еще один традиционный предмет логики и но он специфическом ключе об этом говорит для него суждение например прежде всего это то что раскрывает множественность понятия множественность его моментов еще лучше это делает умозаключения с и тройственной структурой если говорить о традиционных силогизмах категорически и то есть вот это нам важно запомнить разные виды умозаключения и суждений по-разному более или менее адекватно опять же как раскрывают вот эту тройственность понятие но главное для нас именно так их и воспринимать гегелевские вот он заключение как то через что словно бы понятия распускаются поначалу эти три момента можно не заметить я не случайно ведь сравнивал с бутоном распускание действительности через понятия суждения умозаключения ну и вот такое раскрыто тройственность понятия взятая в объективном смысле это и есть то что гегель называет объектом собственно говоря ее это следующий его шаг в дедукции определение абсолюта в третьей части логики объект объект обнаруживает себя как сначала что-то механическое потом химическое ну и подходит все к жизни но жизнь она мыслится как единство внутреннего и мне внешне нельзя жизнь определить чисто как какую-то объективно и поэтому здесь гегель уже нужен новый термин новая категория категория идей идеи он трактует как единство вот собственно понятия и объекта непосредственно идеи оказывается как раз жизнь жизнь раз она предполагает значит внутреннее и внешнее то можно рассматривать ее как единство практического и теоретического потому что вот это внутреннее это не что она как внутренний мир а он он является прежде всего миром представление миром представления образов каких-то ощущений операции с ними все это мы называем познанием а жизнь как деятельность выбирает себя то что называется практически практически то есть вот идея проявляется как жизнь но в жизни есть единство теории практики так единство свою очередь уже сначала она как бы раскрывается это противоположность раскрывается потенциал этот через противоположность теоретического и практического потом они опять объединяются вот когда они объединяются мы приходим понятию уже абсолютной идеи это и собственно говоря и есть финальная точка логики вот как гегель понимает абсолютную идею это абсолют в котором есть и обнаруживается единство теоретического и практического теоретического и практического что дальше что куда теперь шагать мы знаем уже ответ поэтому не буду долго задерживаться но поясню один сложный интерпретационный момент мы должны переходить за пределы идеи абсолютно куда-то но там собственно ничего не видя на абсолютное то есть все все отбирает то есть за пределами идеи может быть только она сама но сама она может быть за своими пределами ли в том случае если она отпускает саму себя в свое и на бытие как выражается гитлер иначе говоря природа это не что иное как идея взятая в ее все та же абсолютная идея взятая в ее и на бытие или попросту и на бытие абсолютной идеи я упомянул о том что здесь есть непростой момент один он связан вот чем с чем гегель и в малой большой логике говорит о том что идея свободно себя отпускает на бытие он использует это слово свободно и это явно стало быть не случайное слово говорит о том что вот такое отпускание вы на бытие можно рассматривать как творение природы то есть вот можно говорить об этом как об акте творения потому что почему потому что творение это именно свободный акт божества его отличают это монации который традиционно отличают которые большинство является как некий природный принцип бессознательный может быть даже из которого вот изливаются бытие на какие-то более низкие ступень это нельзя называть творением творением это можно назвать только в том случае если мы смотрим на божество как на личность свободную личность но тут вот проблема в том что свободной личностью можно быть лишь при условии что это называемая нами личностью инстанция обладает самосознание вот это важный момент и свободы не может быть без самосознания и личности не может быть без самосознания может быть это показаться какими-то неочевидными вещами но просто задумайтесь это действительно огромная тема не можем подробно ее развивать но задумайтесь можете ли вы назвать личностью в полном смысле человека который находится постоянно в бессознательном состоянии ну и что можете вы сказать почему бы абсолютную идею не рассматривать как личность которая свободно творит природу в чем проблема то здесь а проблема в том я уже предварительно об этом говорил что тогда пропадет различие между абсолютной идеей и абсолютным духом финальной точкой гегельской философии в целом оказывается не абсолютная идея она завершает логику абсолютный дух значит а что такое абсолютный дух еще раз абсолютный дух мы уже знаем но я повторяю это абсолютная идея вернувшаяся к себе через богопознание человеческое и вот это возвращение осмысленное так сказать рефлексия абсолютной идеи на саму себя и делает ее самосознающей согласно одной из популярных интерпретаций гегеля то есть абсолютная вот абсолютный дух обладает самосознанием благодаря человеку кстати говоря познающему его а абсолютная идея получается не обладает им но если она не обладает самосознанием то она не может считаться и личностью поэтому это иногда говорят что абсолютная идея это абсолют как бы безличный а абсолютный дух это личный бог в таком духе к примеру кополстон интерпретирует это место и он поэтому говорит что фразу гегеля о том что абсолютная идея отпускает самого себя самую себя вы на бытие свободно надо понимать как метафору как метафору то есть гегель не хочет этого в действительности сказать мне кажется это интересная но спорная интерпретация и возможно не выражающая специфику гегелевского философствования и возможно другая интерпретация должна быть принята она выглядит более аутентичной в гегелевских контекстах чтобы ее презентовать эту интерпретацию я должен обратить ваше внимание на одну особенность решения гегелем традиционных метафизических вопросов когда заходит речь о многих традиционных темах например когда гегель рассуждает по вопросу о конечности мира скажем или о бессмертии души о свободе воли воли он дает вот такой ответ скажем конечен ли или бесконечен в каком то смысле или в силу наша в exploded В каком-то смысле свободна, в каком-то не свободна. Бессмертна ли душа, в каком-то смысле бессмертна, в каком-то не бессмертна. Вот такой ответ специфический. Такие ответы могут показаться очень глубокими. На самом деле в них есть проблемы. Иногда может возникнуть ощущение, что на самом деле тут никакого ответа не дается. Они чреваты такой неопределенностью. Но вот в данном случае, пожалуй, неопределенность, если есть, то небольшая. И, собственно, Гегель должен такой же ответ давать на наш вопрос. Смотрите, может ли он говорить о том, что абсолютная идея свободна, отпускает себя в инобытие? Может. Почему? Да потому, что в каком-то смысле абсолютная идея все-таки является личностью. В этом может что-то творить и совершать свободно. Но в каком-то смысле она личностью не является. И поэтому ее нельзя называть абсолютным духом, который во всех уже смыслах, в полном смысле является личностью. Вот так можно решить эту проблему, не прибегая к гипотезе какой-то метафоричности. Но идем дальше. Теперь мы должны разобраться с основными положениями гегельской философии природы. Что здесь важно иметь в виду? Прежде всего. Ну, пару вот таких методологических вещей полезно запомнить. Как относится философия природы к эмпирическому экспериментальному естествознанию с точки зрения Гегеля? Я говорил, что он склонялся к мысли, что если что-то в фактах не соответствует теории, то тем хуже для фактов. И можно отсюда сделать вывод, что он игнорировал или призывал к тому, чтобы не обращать особое внимание на естествознание, его находки. Но нет, так он не говорит. Он официально свою позицию выражает следующим образом. Философия природы – это спекулятивное осмысление данных эмпирического естествознания. То есть между ними должна быть настоящая гармония. Впрочем, надо признать, что похоже, вот эта гармония, если брать гегельские тексты, существует только на словах. Или скорее на словах. Во-первых, гегель не был таким, например, большим эрудитом в естествознании, каким был, допустим, Шеллинг. Во-вторых, если мы проанализируем, на кого ссылается гегель, рассуждая на философские темы, кто из естествоиспытателей является главным авторитетом для него, иногда это может быть очень полезно осмыслить, то мы с удивлением можем обнаружить, что это вовсе не, допустим, не Ньютон, не Галилей. Ньютона он критикует. Ньютон, не Лаввазье, ну, не кто-то другой из вот великих естествоиспытателей предшествующей эпохи. Нет, это Гёте. Вот главный авторитет гегеля в области естествознания. Гёте действительно великий немецкий поэт, считал себя вот не поэтом в первую очередь, а естествоиспытателем. Но и тогда уже, и тем более сейчас, очевидно, что он мог так считать, но реальный вклад его в человеческую культуру все-таки поэтический, а не научный. Вот, а застается впечатление, что слово Гёте для Гегеля все. Поэтому вот он критикует теорию призматического разложения света, допустим, Ньютоновскую признает Гётеевскую теорию. Поэтому Гегель может отрицать и какие-то факты, которые уже давным-давно были установлены, вплоть до того, что отрицать, допустим, что химическая структура воды H2O, хотя уже там почти полвека прошло с тех пор, как Лаввазье и другие это восстановили. Для него это не более чем гипотеза. Поэтому он смело очень свои спекулятивные понятия применяет к движению планет и выдает крайне экстравагантные описания привычных природных процессов. Вообще этот текст философии природы, вот в том виде, в каком мы его знаем, сейчас, конечно, что-то особое. То есть в плане необычности, рассуждений и их экстравагантности. Но перейдем к сущностным вещам теперь. Все-таки какова сущность природного существования? Если это и на бытие идей, то можно предположить, что Гегель будет рассматривать природу как что-то божественное. Собственно, отчасти так оно и есть. Он даже говорит, что природу можно трактовать как сына божьего. И это вроде бы решает все проблемы концептуальные, принципиальные, концептуальные проблемы. Но нет, Гегель добавляет, и вот это добавление создает удивительный драматизм. Как сына божьего, но оставленного на мгновение вне области благодати, вне сферы любви. Вот такие вещи. То есть природа это порождение Бога, но оказавшееся вне сферы благодати и любви. По крайней мере в каком-то отношении. В каком-то все-таки нет. Вот опять классический гегельский подход. В каком-то природа и в самом деле несет божественные потенции. Поэтому, кстати, природными феноменами можно иллюстрировать ступени логической идеи. И поэтому в природе есть иерархия, есть законы, есть высшие и низшие. Все это так. Но есть не иное. Есть нечто иррациональное. И вот этот антологический иррационализм природы, не эпистемологический, подчеркиваю, антологический, объясняет то обстоятельство, что природу человек не может по Гегелю до конца постичь. Заметьте, об этом скажут вам все философы. Но позиция Гегеля при этом совершенно оригинальна. Все вам скажут, философы, что до конца мы не можем и не сможем познать природу. Но почему это так, скажет большинство? Да потому что наш разум слаб, так сказать, и ограничен. Поэтому мы никогда во все загадки и глубины природы не проникли. Но не такой ответ дает Гегель. Мы не можем постичь природу не из-за слабости нашего разума. Напротив, он силен до такой степени, что даже Бог может быть им познан в его полноте. То есть наш разум вовсе не слаб. А потому что сама природа иррациональна. Поэтому невозможно вывести, например, количество песчинок в мире. Это в принципе невозможно. Но и не из-за слабости человеческого разума. Вот эта иррациональность природы проявляется в разного рода разрывах, скачках, непоследовательностях, в существовании монстров, которых нельзя четко классифицировать. В том, что в природе господствуют случаи. В ряде случаев. То есть не только случаев есть в природе, но вот в каких-то отношениях он выходит на первый план. Но тем не менее, как я уже сказал, в целом природа упорядочена и иерархично, и на вершине этой иерархии. Возвышаясь над механическими силами, вроде гравитации, и другими более высокими, электричеством, магнетизмом, химизмом, жизненными процессами. Возвышается на вершине этой пирамиды, над всей остальной природой человек. Тут, вот прежде чем переходить к следующей части гегелевской философии, мы должны вот еще о чем задуматься. А как гегель понимает появление человека в природе? Ведь в 19 веке, даже если мы говорим о начале 19 века, даже если мы говорим о предшествующем столетии, общим местом уже было представление о том, что Земля имела долгую историю, что условия жизни на Земле менялись и что было время, когда вообще ничего живого не было на Земле и, соответственно, когда не было человека. Как же тогда он появился? Многие философы и ученые в те времена склонялись к эволюционистским теориям. То есть постепенное движение, возвышение, так сказать, жизни от примитивных к каким-то более сложным формам. Разумеется, это была еще до дарвиновская эпоха, революционный алгоритм еще не был отчеканен в дарвиновских гениальных формулировках, но он, тем не менее, уже смутно представлялся. Так вот, Гегель ведь многие мыслятся как такой исторический философ, диалектик, да, он, казалось бы, должен был приветствовать эволюционизм, но он этого не делает. Итак, Гегель не эволюционист. На первый взгляд, это просто может шокировать даже. Он рассуждает о том, что, вот, учитывая, что Земля менялась и формы жизни менялись, можно мыслить как бы движение этих форм в разных направлениях. Либо от более совершенных форм к менее совершенным могло быть движение, либо могло быть движение от менее совершенных к более совершенным формам. Как раз это движение, он сам называет эволюцией. Но, если выбирать между этими формами, а можно и не выбирать, но если вот нас заставляют выбирать между двумя этими направленностями, то скорее надо выбрать вот ту, первую, когда с течением времени происходит скорее деградация жизненных форм, чем их совершенствование. Гегель не очень подробно на эту тему говорит, но можно объяснить, почему он так считает. Потому что, вот, понимаете, вот эта направленность трансформации жизненных форм от более совершенных к менее совершенных, она лучше соответствует фундаментальному понятию природы. Ведь природа, по своей сути, отпадает от божественного, да, как мы поняли. Это не просто какое-то, вот, благодушное в антологическом смысле превращение или трансформация. Нет, это драматическое падение, движение вниз. Вот, и этому соответствует вот представление о таком процессе трансформации, от более совершенных к менее совершенных. Ну, подчеркиваю, гегель не настаивает на необходимости сделать выбор. Он просто говорит, какой вариант ему кажется предпочтительным. В любом случае вопрос о возникновении человека остается открытым. И очень любопытно понять, каким образом гегель его решает. Как человек-то появился. Смотрите на эту трансформацию, как вам угодно. Человек откуда взялся на земле? Нужно ли мыслить его появление, как какой-то постепенный процесс? Или как-то иначе? Гегель четко уже в основном тексте философии природы говорит нам, как надо мыслить этот процесс. Ни коим образом, ни как что-то постепенное. Он сравнивает появление человека с ударом молнии. Вот не было этого вида, так сказать, словно бы блеснула молния, и он появился в готовом виде. Совершенно потрясающие, шокирующие, так сказать, высказывания. И недостаточно, я бы сказал, осмысленные в гегелеведении. Несмотря на огромные усилия гегелеведов, много еще вот таких мест непрозрачных остается в его текстах. Потому что тут вот я вам просто сказал, как Гегель считал, и какие возможные мотивы у него были. Но это надо детально анализировать, чтобы прийти к уже основательной интерпретации. Я знаю, что Марина Быкова, о которой я рассказывал, выдающийся современный гегелевед российского происхождения, которая уже давно работает в Соединенных Штатах Америки, и сделала себе имя, репутацию хорошую очень в англоязычной гегелеведческой среде. Она готовит, как раз сейчас я знаю, том, новый, где будут собраны новейшие исследования на английском языке по гегелевской философии природы. И когда мы с ней дискутировали какое-то время назад, на этот счет я как раз упомянул об этих вот проблемах интерпретационных и других особенностях гегелевской философии природы, и высказал надежду, что эти вещи будут обсуждаться в этом томе. И Марина заверила, что это будет. Так что, может быть, вот этот том, который еще не вышел, насколько я могу судить, но скоро выйдет, будет важным шагом в прояснении этих вопросов. Ну, а мы с вами идем дальше и переходим к философии духа гегелевской. Вот эта часть гегелевской философии оказалась необычайно влиятельной. Но, в отличие от философии природы, но том энциклопедии философских наук, я, если не запамятовал, уже об этом говорил на одной из предыдущих лекций, иначе, как и литературной катастрофой, не назовешь. То есть, вот этот третий том, энциклопедия философских наук, самый настоящий литературный провал, потому что в том виде, в каком он доступен нам сейчас, абсолютно диспропорционален. Там три раздела. Учение о субъективном духе, объективном и абсолютном. Субъективный дух — это самый объективный, простите за каламбур, неинтересный раздел, не оказавший влияния на последующую философию, хотя здесь есть малая феноменология, конечно, вот именно в этой части гегелевской философии духа, но влияние малой феноменологии абсолютно перекрывается влиянием большой гегелевской, гениальной работы феноменологии от духа, поэтому приписывать влияние гегелевской феноменологии этой работе невозможно. Вот, а дальше раздел об объективном духе в таком телеграфном стиле представлен, хотя есть отступления полезные, в целом что-то можно извлечь важное из этого раздела, но что касается учения об абсолютном духе, то это полностью непрозрачный и предельно компрессированный раздел, который годится только для того, чтобы сбить, так сказать, какое-то самомнение философов. Вот если вам кажется, что вы любой философский текст способны понять, попредпочитайте вот этот раздел об абсолютном духе и протестируйте на нем вашу, так сказать, проницательность. Ну, к счастью, и раздел в объективном духе, и в абсолютном духе дублируется, и развивается, дублируется, не самое удачное слово, развивается, значит, в гегелевских лекциях, и весьма подробно, ярко обсуждается, поэтому, а также в философии права есть, вот если говорить в объективном духе, есть в гегеле работа 21-го года, вы уже знаете об этом, но сейчас уместно напомнить, очерк философии права, и там, значит, вот многие из этих вещей проговариваются очень подробно, детально и ясно. Ну, я, тем не менее, следую в общем и целом принятому нашему плану, так сказать, и ориентируюсь на энциклопедию философских наук, поэтому и говорю об этой работе так подробно, но, разумеется, буду подключать материал из других источников. Ну, давайте, во-первых, проговорим еще раз, бегло я об этом уже говорил, вот сами предметные акценты, так сказать, проговорим, так сказать, их и отметим. Значит, все начинается с субъективного духа. Что это такое? Почему субъективный дух? Что здесь имеется в виду? Как объяснить переход именно к субъективному духу из философии природы? Давайте так поставим вопрос. Следующим образом объясняется. Вот мы доходим до человека как природного существа, да? Ну, и, естественно, мы его как природное существо видим прежде всего в его индивидуальной форме. И поэтому мы будем говорить сначала о индивидуальном, субъективном как раз духе. А почему мы будем сначала говорить в антропологическом контексте, а не, скажем, сразу будем рассуждать о психологии? Ну, потому что антропология для Гегеля это дисциплина, в которой показывается зависимость, так сказать, духа от каких-то телесных факторов. В той мере, в какой дух зависим от телесных факторов, его можно назвать неокрепшим, если хотите, духом. Окрепший дух освобождается. Ну, и опять же, поэтому совершенно естественно и логично, что мы начинаем с антропологии, с неокрепшего духа, который еще не вырвался от физических, так сказать, природных. Ус не освободился от них. Ведь мы только что говорили о природе, о природных характеристиках человека. Поэтому, да, вполне естественно, что мы теперь перейдем к разговору о духе, в той мере, в какой он зависим от природы. А этим как раз занимается антропология. О какого рода зависимости идет речь? Ну, Гегель здесь, в частности, обсуждает то, что мы сегодня называем измененными состояниями сознания. То есть, вот эта зависимость проявляется в том, что и неокрепшись, что дух не функционирует так, как он должен функционировать. И возникают вот эти измененные состояния. Под которые можно подвести и сновидения, к примеру, о которых здесь идет речь. И какие-то психические расстройства. Да, вот они тоже здесь обсуждаются. Обсуждается здесь и френологическая, так называемая, тематика. Френология — это исчезнувшая дисциплина. некогда популярная создатели, которые были уверены в том, что по форме скелета, в частности, и, прежде всего, черепа, по различным пропорциям его частей можно сделать какие-то предсказания, надежные даже могут быть выводы относительно особенностей психики этого индивида. Дисциплины, в том числе и просьбы научные, тоже бывают. Рождают, не только рождаются, но и умирают. И Гегель достаточно так сказать, недогматично, скажем так, относится к френологии. То есть, это, в отличие от многих его современников, не какая-то, разумеется, догма для него. Очень подробно в том варианте философии духа, которая доступна, в том числе, русскоязычному читателю, хотя я не говорил об этом подробно, но и во вводных лекциях наш курс имеет такой именно характер. Об этом можно подробно и не говорить, но сейчас я могу упомянуть, что всем читателям Гегеля на русском языке стоит иметь в виду, что те тексты, которые используются, нами основаны на устаревших изданиях на сочинении Гегеля и несколько было попыток критических изданий, в конце концов, все эти попытки пришли к счастливому завершению. Вот и есть сейчас критические тексты Гегелевских работ, но в критических изданиях современных конечно же тексты прежних изданий оцениваются зачастую как неудовлетворительно, отредактированно, то есть там есть и привнесения, уже редакторские и какие-то места неверно истолкованы кому-то кого-то может заинтересовать эта тема, я, знаете, могу отослать вас к работам замечательного тоже российского по своему происхождению историка, философии Николая Плотникова, который уже долгие годы живет в Германии, в Бохуме, работает, автор очень серьезных исследований, в частности по философии Гегеля, и есть у него, конечно же, и рост криязычные работы, в том числе вот по этой теме, так что отсылаю к его текстам, Николая Плотникова. Так вот, значит, вернемся к тому, о чем я говорил, я сказал, что в существующих текстах антропология просто удивительно раздутый такой раздел гегелевской философии духа. Читать все это крайне любопытно, приятно, легко, там лекционный материал присутствует, обильный, а лекции Гегель всегда очень популярно читал, вот, но что-то вот извлечь для современной философии или указать на какое-то влияние этого текста антропологии на последующую мысль невозможно. Следующий раздел субъективного духа, малая феноменология, так называемая, это, наоборот, образец крайне трудного для понимания текста. Здесь все компрессировано до предела. Некоторые части впрочем, великолепны. В частности, вот тут дается очень емкое описание знаменитой диалектики раба и господина. Какие-то моменты очень хорошо проиллюстрированы, скажем, переход от чувственного сознания к восприятию. но в других местах из-за краткости текст выглядит непрозрачным. Студенты, с которыми мы на философском факультете НГУ работаем, с малой феноменологией, жалуются иногда на темноту этого текста, но приходится с этим мириться, так сказать, потому что на большую феноменологию времени у нас не всегда остается. иногда рассматриваем предисловие, введение большой феноменологии, но разобрать целиком эту работу не получается, потому что акцент делается на энциклопедии философских наук в нашем курсе. Это можно воспринимать как недостаток, но можно и как достоинство. Хорошо, следующий раздел психологии, опять очень подробный. Здесь Гегель рассматривает то, чем любили заниматься философы немецкие очень любили 18 века анализировать различные способности человеческие, например, чувственность, воображение, рассудок, остроумие, проницательность, способность суждения, разум, внимание, практические способности, способность желания, валения, ну и другие. Хотя я назвал основные предметы, анализы, и не просто они анализировали в ту эпоху, ну более раннюю, чуть, но и зачастую пытались как бы свести все это многообразие способностей какой-то первоспособности, какой-то праспособности человеческой души. Иногда это сведение как в Вольфовской школе было сугубо номинальным и критиковалось, поэтому и критики такие, как христиан Крузи или Кант, они утверждали, что и невозможно все способности свести к какому-то одному основанию. Но другие философы и прежде всего тут надо сказать о выдающемся ранее мной упоминавшемся мыслителе Иогане Николаусе Теттенсе всерьез относились к этому проекту и пытались показать как действительно одни способности более высокие могут произрастать из более низких способностей. Вот Теттенс считал, что можно показать, что если взять допустим чувственность выделить в ней активный компонент там присутствует он и начать потом вот эту сторону увеличивать то есть наращивать активность чувственности то можно показать как чувственность перерастет вот значит способность представления как он ее называл вот потом да в разных ее вариациях там способность удержания представления воспроизведения фантазию потом мышление там кое-что надо модифицировать модифицировать тоже можно таким же методом вывести из этих вот базовых из этой базовой способности потом и волевые или практические способности тоже можно дедуцировать вот такой у него был грандиозный теттенса грандиозный проект почему я об этом вспоминаю да потому что то что делает гегель в психологии своей на первый взгляд можно рассматривать как продолжение этого теттенсовского по сути проекта гегель скорее всего вообще не читал теттенса я не помню прямых свидетельств он упоминает его если я не запамятовал своей истории философии но именно вот так мимоходом это упоминание говорит о том что этот автор выдающийся ему совершенно остался неизвестен или почти неизвестен но вот то что он делает в психологии действительно напоминает теттенсовский проект потому что а у гегеля иначе и быть кстати не могу он пытается показать как одни способности произрастают из других как одни способности переходят в другие способности он у него действительно тут не было альтернатив ведь вся его система это непрерывное движение мысли непрерывная дедукция непрерывная дедукция и поэтому и здесь на психологическом материале он тоже вынужден был выводить одни способности из других но конечно уровень его дедукции не сопоставим с теттенсовским потому что теттенс с необычайной тонкостью и глубиной решает эти вопросы не избегая трудностей обсуждая контрпримеры и так далее здесь все-таки более такая стремительная дедукция и поэтому не проясняющая многие моменты которые следовало прояснить но что я еще хочу отметить в этой связи так это то что если мы посмотрим на саму интерпретацию Гегелем способности психических которые он разбирает то мы увидим что он определяет их скорее в кантовском а не в вольфовском ключе это тоже важно потому что сами способности понимались по-разному разными немецкими философами ведущими того времени вот прежде всего бросаются в глаза различия между вольфовской и кантовской трактовкой ну приведу пример скажем вот для вольфа рассудок ферштанд это способность отчетливого познания а кант например отвергает эту дефиницию для него важнее то что рассудок это способность правил способность мыслить через понятия то есть способность постижения общего комбинаторная такая вот способность все это затушевано вольфовской дефиниции и это разумеется влияет и на трактовку других способностей так вот гегель что неудивительно совершенно учитывая что он как и другие немецкие идеалисты смотрят на мир сквозь страницы критики чистого разума он понимает эти способности в кантовском ключе ну и последнее что я скажу о психологии естественно все завершается практическими способностями свободной разумной волей это высшая способность это традиционный взгляд и у Теттенса так же и у Канта и у других философов у вольфианцев то есть здесь кегель повторяет общие схемы но это важно для того чтобы перейти к объективному духу потому что свободная воля практически если хотите рациональная воля практический разум он объясняет возможность перехода к уже объективному духу а под объективным духом понимается социальное существование коллективная форма человеческого бытия почему легко осуществить переход от практического разума или от свободной воли ну во первых потому что понятие свободы оно относится и к морали уже то есть это понятие такое переходное понятие его можно рассматривать и в психологии понятие свободной воли и даже в метафизике но и в этике а этика регулирует отношения между людьми то есть когда мы переходим в этическую сферу то тут уже мы говоря гегелевскими термами оказываемся в объективном в объективном духе но не только это обстоятельство облегчает переход гегеля от одной сферы к другой ведь он начинает учение об объективном духе с понятия собственности и вот тут тоже может быть определенного рода непонимание хорошо собственность ну прекрасно да ясно что это понятие как-то плетено в социальные отношения общественные но при чем здесь практически разум при чем здесь свободная воля давайте задумаемся есть ли связь между или можно ли ее точнее восстановить между свободной волей и понятием собственности ну вот одна связь которая очевидна достаточно облегчает понимание гегелевского перехода вот представьте что мы говорим о каком-то предмете который вашей собственности находится скажем ну пусть это будет ручка которая не жалко вот если эта ручка вашей собственности вы согласны наверняка что можно делать с ней все что угодно да хочется вам сломайте ее хочется расплавьте хочется ничего с ней не делайте выбросите ее хочется пишите и так далее и так далее если она вашей собственности вы можете делать все что угодно а теперь задумайтесь как определить свободу самое простое определение если я свободен я могу делать все что угодно значит собственность оказывается той сферой в которой мы можем проявить свою свободу и поэтому можно обосновать переход от понятия свободы понятия собственности но собственность тянется понятийными нитями не только разумеется к свободе но и к правовым каким-то отношениям вот мы не просто в сферу общественных отношений попадаем когда говорим о собственности но в сферу права таких внешних каких-то регуляторов человеческого поведения ну и Гегель приступает к анализу права но действительно право с этим легко согласиться воспринимается нами как какая-то оболочка как что-то формально нетрудно догадаться что Гегель обязательно найдет противоположность заставит нас ее мыслить вот таких формальных внешних отношений причем содержательно они могут быть близки тем не менее но отличаться как внешнее и внутреннее вот та противоположность праву которую он обязательно вместе с нами откроет Гегель так и делает и называет эту внутреннюю противоположность праву при этом пересекающуюся в содержательном отношении моралью ну опять же трудно спорить что морали права не совершенно оторваны друг от друга моральные принципы они самые фундаментальные из них так или иначе закрепляются и юридически да ну то есть соотношение какое-то есть и в самом деле мораль конечно по-разному можно понимать но Гегель понимает ее в таком кантианском ключе как сферу долга как сферу вот таких внутренних убеждений и совести морального чувства вот что такое для Гегеля мораль но она не кажется Гегелю самодостаточной вообще надо сказать что Гегель критиковал вот это важный момент такое понимание духовного и в целом такое понимание отношений каких-то процессов которые уводят нас куда-то за горизонт но никогда не позволяют достичь идеального состояния вот кантианская мораль мораль долга совести она именно такова она именно такова потому что мы всегда можем совершенствоваться считает как мы мы чувствуем мы слышим голос долга пытаемся подогнать нашу волю под категорический императив но понимаем что предела совершенства нет идеал вот относится куда-то недостижимую бесконечность Гегель называл это дурной бесконечностью вот такой взгляд на мир при котором идеал оказывается всегда за горизонтом истинная бесконечность предполагает что идеалы уже реальны что они уже реализованы и нравственный идеал моральный идеал в том числе Гегель считал реализованным божественным сущностью божественное начале но я не случайно произнес слово нравственность дзитлих кайт дело в том что право и мораль противоположны друг другу и должен состояться некий синтез того и другого как мы понимаем у Гегеля и вот он синтезирует эти феномены внешний и внутренний право и мораль в новой реальности которую он именует нравственностью и теперь очень важно понять как он это конкретизирует значит нравственность это некое единство права и морали да но ведь это не какая-то абстракция да это должно быть что-то чем-то реальным для Гегеля и где же реальные формы нравственности что может счесть ячейкой нравственности ответ Гегеля опять же с одной стороны кажется неожиданным но с другой при размышлении о нем выявляет внутреннюю логику он говорит что ячейкой такой элементарной формой нравственности является семья семья почему семья при чем здесь семья вот первая реакция может быть такой а давайте задумаемся семья с одной стороны это юридическая институция и регулируется правовыми юридическими нормами этот институт люди заключают брак и это так сказать государственный акт который влечет определенные юридические последствия прописанные в семейном кодексе если говорить о российской реальности к примеру вот это с одной стороны но с другой стороны если все сводится только к юридическим отношениям это брак называется фиктивным это не настоящий брак настоящий брак основан не только на праве но и на морали на любви к примеру на взаимопомощи это сугубо моральное отношение то есть похоже что действительно вот семья объединяет это внутреннее и внешнее право и мораль и может быть названа ячейкой нравственности что дальше чтобы понять куда двигаться дальше мы должны спросить о целях семьи зачем семья существует такой телеологический взгляд нам здесь поможет ну Гегель дает в данном случае ожидаемый ответ он говорит что целью семьи является рождение ребенка рождение ребенка ребенок ну одного или многих ребенок поначалу существует внутри семьи но когда он вырастает он отрывается от семьи и создает собственную семью так возникает множество семей каждая из которых преследует собственный интерес интерес множественность семей преследующих собственные интересы именуется Гегелем гражданским обществом гражданским обществом интересы семей сталкиваются могут возникать конфликты какие-то и для предотвращения гопсовского состояния войны всех против всех над гражданским обществом возникают такие надстройки разного рода корпорации полиции другие институты которые позволяют членам гражданского общества гражданам мирно существовать и реализовать собственные цели хотя для этого иногда приходится чем-то поступиться так вот такое видение надстроек гражданского общества некоторые философы социальные назвали бы гегелевским учением о государстве но важно понимать что для гегеля государство это небольшой собес как принято говорить это не надстройка над гражданским обществом которое помогает людям сохранять жизнь собственность и урегулирует другие отношения между гражданами нет вот тут мы подходим к очень важному моменту гегелевскому учению о государстве как же он понимает государство ну формально можно сказать что государство это единство семьи и гражданского общества да так по гегелю должно быть то есть это гражданское общество рассмотренное как семья как некое единство так но опять же это не просто абстракция то есть вот ключевой момент состоит в том что государство для гегеля это реальность не сводимая к реальностью людей которые в нем живут семей и даже гражданского общества с его надстройками это что-то больше и больше не в фигуральном смысле а в реальном даже в антологическом субстанциальном плане государство более реально чем населяющие его граждане они являются словно бы моментами государства но интересы государства не сводимы к интересам вот что важно индивидов его населяющих граждан у него есть свои интересы целая больше частей и эти свои интересы интересы государства в историческом мировом плане более значимы чем интересы отдельных граждан или даже всех граждан как сумм вот их интересов что же это за субъектность субстанциальность присущая государству что это такое что за дух обитает в нем и обитает можно ли сказать что какой-то дух существует в государстве да можно и это божественный дух более того Гегель прямо говорит что государство это это есть действительный бог действительный бог а историю он называет шествием историю государства потому что именно государство оказывается субъектами истории это шествие бога в мире при этом разумеется бог или провидение если угодно действует не напрямую два основных способа действия можно выявить по мнению Гегеля во-первых можно говорить так называемой хитрости мирового разума это когда кажется что вот то что происходит в государстве можно истолковать как сумму действий граждан у каждого из которых свои интересы да это с одной стороны но с другой стороны если сложить общий вектор этих действий то получится направление о котором никто из граждан не думал которое в принципе могло бы быть совсем другим и которое как раз предопределяется мировым духом и хитрым образом вот таких складывается из индивидуальных векторов интересов отдельных граждан при том что они даже об этом могут и не подозревать это один способ так сказать определения хода истории но другой способ действия через великих людей гегель действительно считал что некоторые политики так сказать государственные деятели являются проводниками мирового духа и божественного проведения и это не только герои так сказать или полководцы какие-то древности вроде Юлия Цезаря или Александра Македонского Наполеона к примеру современника которого он видел на коне въезжает в Йену Гегель тоже считал проводником мирового духа и к таким людям особое должно быть отношение считал Гегель их нельзя судить общими мерками какими-то ясно что это очень спорный вопрос то есть другие политические философы и мне близкая их позиция должен сказать скажут вам что должна быть общая единая мерка для всех именно что и нужно смотреть на всех политиков как на обычных людей и судить их теми же мерками какими мы судим всех остальных только в этом случае государство может избежать каких-то эксцессов катастроф вот но но и в наши дни немало сторонников гегелевской позиции то есть это живая такая опция которая обсуждается и и в наши дни ну раз мы заговорили о истории самое время пожалуй задать вопрос о ее направленности куда она направлена здесь гегель говорит вещи которые не вызвали бы возражения у большинства его современников то есть в каких-то случаях гегель явно шел против течения но в каких-то он говорил вещи с которые многие бы согласились и в общем может быть и сейчас многие согласятся с тем что он говорил что я сейчас воспроизведу он считал что история направлена к свободе вот в чем состоит ее направленность история это прогресс в осознании в реализации свободы и он не ограничивался вот такой общей формулой а пытался конкретизировать периоды человеческой истории то что он на этот счет говорит может показаться неполиткорректным в наши дни ну что поделаешь так сказать он считал что вот первая фаза истории иллюстрируется восточными государствами древними где свободен только один свободен только один монарх все остальные рабы и лишены свободы это вот первая фаза человеческой истории раз это история прогресс в осознании то да начаться она была разумеется и предыстория но начаться собственная история должна таких государств где вот свободен только один кстати гегель еще полагал что в каждую эпоху историческую только одно по большому счету государство является проводником мирового духа другие государства это скорее оболочки симуляторы какие-то не настоящие государства а вот есть в любую эпоху государство которое является двигателем истории ну так вот на следующем этапе двигателем истории была древняя Греция и понятно что рассуждая древней Греции мы не можем говорить об одном государстве Гегель это прекрасно понимал множество полисов которые могли вступать в союзы какие-то друг с другом сталкиваться на поле боя и даже кто-то мог как например было во время войны Афин и Спарты вот но в эти периоды они могли рассуждать о создании каких-то единых союзных так сказать государств но все это были слабые такие фантазии не имевшие в Греции больших последствий но тем не менее тем не менее в эту эпоху объединяет то обстоятельство что свободны некоторые то есть уже судьбу Афин к примеру решают свободные граждане но кроме свободных граждан есть еще и рабы есть еще неграждане и их большинство явно несовершенное состояние но прогресс по сравнению с восточными деспотиями очевиден ну и наконец с воцарением христианства наступает эпоха когда свободны все но правда потому что все равны говорит нам христианство боги и правда это не значит что это все было реализовано идеальным образом эти идеи эти принципы всеобщего равенства но вот ко времени прусской монархии идеологом который Гегеля многие считали хотя на самом деле он не был им конечно же государство дошло практически до совершенного состояния в плане реализации всеобщих свобод это выглядело конечно забавно все эти рассуждения Гегеля на фоне к примеру действительно свободной Пруссии в идейном по крайней мере отношении середины 18 века в начале 19 ситуация была гораздо более проблемной с соблюдением прав и свобод в Пруссии поэтому Гегеля многие считали реакционерой тем более он говорил что все разумное действительно все действительно разумно и вот это вот воспринимали как вот эту часть формулы как оправдание как раз разумности прусского государства ну так или иначе это в конечном счете детали важно то что вот это состояние всеобщей свободы явным образом пересекаются с кантовским к примеру представлением о всеобщем правовом состоянии то есть здесь вот Гегеля едва ли можно рассматривать как антиканта хотя напомню вам что Кант связывал всеобщее гражданское состояние реализацию царства свободы так сказать царства целей как он иногда говорил с созданием всемирной федерации для искоренения войн как страшного зла и Кант считал мир высшим политическим благом Гегель в этом плане занимал гораздо более такую милитаристскую позицию он оправдывал войну правда правда Кант тоже не отрицал значимость войн и справедливые войны он готов бы признать то есть есть здесь тонкости нельзя считать Канта толстовцем до Толстого таким пацифистом абсолютным все гораздо сложнее так же как и Гегеля нельзя записывать в ястребы однозначные такие радикального милитариста опять же все здесь более сложно и запутанно но акценты тем не менее подобные расставлять мы имеем право заметьте что мы добрались уже с вами до понятия божественного ведь целью гегельской системы является возвращение абсолютной идеи к самому себе а мы нашли божественность внутри государственности государство это шествие Бога в мире и взоры людей размышляющих о государстве о судьбах истории они уже получаются направлены на Бога но все таки назвать это самопознанием Богопознанием простите невозможно пока еще можно отбросить эти социальные леса поэтому и теперь поговорить уже о Богопознании в чистом виде именно это делает Гегель в разделе посвященном абсолютному духу абсолютный дух собственно вот он конституируется в этом процессе Богопознания есть есть три формы в зрелый период Гегель четко об этом говорит в ранний период у него были определенные колебания именно относительно трех форм он искусством иногда очень тесно интегрировался религией поначалу но потом он четко вот их стал разводить и вот три способа Богопознания через искусство через религию и через философию в чем отличие этих форм искусство постигает религию через чувственные образы это низшая форма Богопостижения но тем не менее каким-то образом можно вложить могут это сделать гении вложить бесконечные смыслы в чувственные образы кантовская идея в конечные чувственные образы и тем самым открыть божественное в них заставить видеть божественное в них художники могут это сделать искусство как и другие явления духа имеет свою историю все началось с символического искусства которое опять же Гегель ассоциирует с восточными странами здесь образы лишь внешним образом соотносится с предметом с бесконечностью с абсолютом такие вот внешне соотнесенные образы называются символами в классическом искусстве которая достигла наивысшего расцвета в античной Греции и Риме вот тут достигнута гармония формы и содержания насколько она вообще достижима в искусстве на самом деле она недостижима в полной мере все-таки невыразима в полной мере бесконечность чувственными образами и вот следующая фаза искусства романтическое искусство оно как раз демонстрирует осознание этой невозможности это такое надорванное в чем-то искусство не столь даже может быть гармоничное чем в сравнении с классическим искусством это тот случай когда третья форма не очевидно превосходит вторую ну и вот романтическое искусство знаменует переход к религиозному постижению религия постигает бога в представлениях форштеллнген вот это слово Гегель использует а философия в спекулятивных понятиях вообще представление это такое рудиментарное понятие помните я недавно рассказывал об общих представлениях которыми зачастую оперируют логики и смешивая их со спекулятивными понятиями религия опирается на такие вот общие представления они грешат рассудочностью то есть в общем религия оказывается особенно древние разновидности естественная религия оказывается несовершенной формы богопостижения сложнее обстоит делать с христианством с одной стороны христианство тоже религия но гегель склонен считать ее особой религией христианство спекулятивной или абсолютной религией которая ну вот именно из-за своей абсолютности спекулятивности сближается с философией поэтому он в общем не возражал когда некоторые его ученики пытались интерпретировать его философию как своего рода христианскую теологию так или иначе а были у него ученики которые в таком именно радикальном ключе гегеля пытались истолковать все-таки формально высшей высшим богопознанием оказывается философия познание в спекулятивных понятиях здесь как раз можно достичь единства формы и содержания только спекулятивные понятия могут по-настоящему схватить бесконечность схватить абсолют передать абсолютный дух в его конкретности и более того как мы уже знаем именно через философию сам бог достигает полноты самосознания через человеческую философию можно сказать что не только человек нуждается в боге в гегелевской системе без бога он просто не мог бы существовать но и бог нуждается в человеке для достижения полноты самосознания полноты своей личностности но что касается философии то она начинается с самых бедных вот таких систем своей истории спарменида как мы знаем который акцентирует понятие бытие и проходя долгую сложную историю завершается той системой которая как раз позволяет дойти до понятия абсолютного духа во всей его конкретности то есть до гегелевской системы вот так замыкается грандиозный круг гегелевской философии которая в свою очередь начинается с понятия чистого бытия вот он замыкается круг смотрите мы начали с чистого бытия дедуцировали абсолютную идею потом природу нашли природе человека проанализировали человеческий дух дошли до философии как высшего способа богопознания прошли по истории философии до гегелевской системы которая начинается с чистого бытия вот такая грандиозная конструкция была создана гегелем красивая провокативная во многих отношениях неясная оставляющая много работы в том числе для будущих историков философии противопоставляющаяся кантовскому пониманию и продолжающая оказывать громадное влияние на современную мысль может быть не такое большое как кантовская философия но очень значительная и конечно же и другие классические философы оказывают громадное влияние на современную мысль и Платон и Аристотель и Декарт и Юм и другие философы но вот те мыслители о которых мы говорили в любом случае занимают первые так сказать или одни из первых позиций в этом ряду гениев которые формируют современную эпоху и не только собственно контексты создают для философских дискуссий но и общие контексты в которых принимаются исторические решения в которых человечество определяет свой путь надеюсь что этот курс поможет вам сориентироваться не только в философских проблемах но и что-то подскажет относительно того как вести себя в той или иной ситуации в нашей повседневной жизни какие политические решения принимать это разумеется остается за вами уважаемые слушатели завершаем наш курс всего вам доброго субтитры субтитры субтитры